Главы шести районов Саратовской области побывали в Москве на встрече с заместителем председателя правительства Российской Федерации Вячеславом Володиным. Этому предшествовало их письменное обращение к зампреду правительства. Местные власти не в силах самостоятельно решить проблему с водоснабжением в ряде сел и городов, рассказывает Валерия Майорова. Под этим письмом Вячеславу Володину подписались около двух тысяч жителей шести районов области Краснокутского, Питерского, Алгайского, Новоземского, Ершовского, Перелюбского. Каждый год они становятся заложниками засухи в своих селах и городах. Самостоятельно решить проблему с водоснабжением муниципалитеты не в состоянии, а региональная власть их как будто не слышит. Весь худой водопровод, весь уже забитый водопровод, там и галька, и тины. Однажды мы меняли трубу и оттуда ну прям кишка выпала полностью, забитая полностью труба. Уже через несколько дней по приглашению Вячеслава Володина представители районов, главы районов и муниципальных поселений, жители которых обратились за помощью, вылетели в Москву. Как выяснилось в ходе встречи, в каждом из засушливых районов вопрос водообеспечения имеет свои особенности. Всего же на решение проблемы с водой в Левобережье необходимо около 300 миллионов рублей. Если бы у нас с вами была программа, в рамках которой регион принимал участие, ясно, что за счет средств федерации мы можем больше средств выделять. Но когда у нас идет 100 на 0, понятно, что получается, что здесь все те, кто решает эти вопросы и принимает решение выработать, они говорят, а почему мы должны выделять средства в Саратовской области, когда нас, со своей стороны, не выделяют на решение этих проблем. Разработка и принятие подобной целевой программы, в которой должна принимать участие в первую очередь региональная власть, позволили бы решить вопрос с водоснабжением комплексно и в более сжатые сроки, отметил Вячеслав Володин. Но помочь обратившимся жителям нужно уже сегодня, медлить нельзя. И каждому из районов нужен свой подход. Если Краснокутскому району для решения проблемы с водой необходимо пробурить несколько артезианских скважин, то в Питерском районе, где 70% солончаков, воду из подобных источников пить будет невозможно. Для этого необходимо создавать искусственные водоемы и уже от них прокладывать водоводы в каждый населенный пункт. Мы обсуждали эту проблему не только с позиции ее остроты и необходимости решения, но уже думали о том, как, соответственно, искать средства. Разговор о поиске денег, он малоинтересный кому-то. Все ждут, решен будет вопрос или не решен. Я могу сказать, вопрос будет решен. Мы сделаем все для того, чтобы у нас эти средства были найдены и люди не испытывали проблем по обеспечению водой. Федеральную помощь жители засушливых районов получат в течение ближайших двух лет. Ряд сел почувствует федеральную поддержку уже к концу этого года. Принято решение о завершении строительства Первомайского водозабора для стабильного обеспечения 18 тысяч жителей Краснокурского района качественной питьевой водой. Решение принято положительное. Тот остаток финансовых ресурсов, который необходим для завершения строительства, определен. В районе уже на протяжении более 10 лет ведется строительство водопроводов. В райцентре, в частности, сделан. Малому зенит сегодня. И сегодня перспектива – это строительство в селе Алексашкин опытной станции. Сегодняшняя встреча прошла очень плодотворно. Валерия Майорова, Александр Шевченко, Кирилл Логинов. Из Москвы. Специально для Вести Саратов.